Всем привет! С вами Катахстанская Медиакадемия и я, Яна Шин. Вы смотрите бэкстейдж, где мы вам рассказываем истории создания клипов. И наша тема на сегодня это... Автомобиль, уезжающий в далекий путь. Ммм, интересно, и ведь с этого начинается клип про Ноу Марвей под названием Сен Минун. Сен Минун, эту песню мы создавали вместе с музыкальным продюсером Багым Мухиденовой, которая контролировала весь процесс записи. Сен Минун, эту песню мы создавали вместе с музыкальным продюсером Багым Мухиденовой. Наверное, вы все ее знаете. И она ее мне предложила. Она сказала примерно, как она будет звучать. Она мне объяснила свое видение и полностью аранжировку контролировала все она. Написала эту песню Шавкет Курбанов. Песня, она была для меня немножечко, конечно, необычная. Все равно как-то ориентировалась больше на Евровосток стиль. И когда она, Баголя, предложила мне эту песню, я сначала не особо так в нее поверила. А потом, когда мы уже ее записали, когда уже ее свели, я поняла, что это та песня, на которую я хочу снять клип. В своем новом клипе Рено хотела выйти на новый уровень. И на этот раз снимал настоящий профессионал. На этот раз я решила обратиться к профессионалу. В то время уже набирала обороты студия 5-6-7. Во главе уже тогда видеоклипы, ну, до этого снимал Аскар Забаев, потом он уже передал это дело Ернару. И клип снимал мне Ернар. Это была полностью его идея, что я должна была его еще закапывать, это вырезали. Вот. И, в общем, я должна была быть такой. Это все думают, что это фантазия женская, вот как бы они хотели там отомстить мужчинам и так далее. На самом деле этот клип от и до придумал сам мужчина. Вот. Наверное, в их представлениях мы такие кровожадные, я не знаю. Вот. То есть сам Ернар это все придумал. Там даже есть момент, где я передаю деньги и берет рука, на которой написано 5-7, это и рука Ернара. Съемки проходили один день, что удивляет, учитывая его масштаб. Но все сложилось настолько хорошо. Казалось, создание этого клипа было предначертовой судьбой. Мы должны были полностью закончить за один день, но мы снимали весь день. И вот этот рассвет, где я, то есть вот этот закат должен был быть, где я веду его в яму, мы сняли в рассвет ранним утром, переиграли немножечко. И так получилось, что погода, прям вот все сложилось для этого клипа. И я долго не могла найти актера, мы все думали, думали. И вдруг вот перед самыми съемками кто-то предложил Асхата. Асхат, привет. Вот. Кто-то предложил Асхата, и я его посмотрела, быстро утвердила. Вот. И потом погода. Это был уже октябрь. И в том году была прекрасная такая осень. И вы видели, наверное, в моем клипе какая там листва разноцветная, красная, желтая, коричневая, золотая. Вот. И все просто как шло навстречу тому, чтобы создать это видео. Съемки проходили на большом количестве локаций. Съемки проходили в пригороде Алматы. Ернар вот где-то нашел такую замечательную локацию. Вот. Совершенно неожиданно. Я говорю, тогда все шло навстречу нам. И вот получилось, благодаря этому у меня такая красивая дорога. Также во время съемок применялась съемка с дрона, что на тот момент было довольно серьезным. Я помню, что я уже опаздываю, меня красит. Он говорит, быстрее, тебя здесь ждет вертолет. Тебя здесь ждет вертолет. Я несусь. Говорю, меня там ждет вертолет. Я думала, там уже лопастями стоит. А там такой маленький. Он говорит, садись, взлетает вертолет. Я в машину села и такая маленькая штучка взлетела. Я говорю, а где вертолет? Он говорит, вот это вертолет. В общем, я так как тоже была не профессионалом в этом деле. Это сейчас я думаю, ну с чего я решила, что такой огромный вертолет приедет снимать мой клип. Изначально у клипа хотели создать драматическую концовку, но певица посчитала ее слишком мрачной. И к счастью, все изменили. Там получалось, что вырезали один момент, где я положили стекло, и я сыпала землю на это стекло, якобы я его закапывала. Но потом Ернар жас. Я говорю, мне, наверное, эти не простят люди, мужчины, я не могу закапывать. Он Ернар жалился и сказал, ладно, просто кинь в него кольцо и уходи. А вообще он предлагал, что я его закопаю, и якобы в темноте вылезет рука, и как будто бы по дороге он идет меня найти, мне мстить, чтобы было to be continued. Мы, говорит, напишем to be continued. Ну, как-то мы просто закончили на том, что я кинула и ушла такая вся деловая. В этом клипе Рано полностью отдала процесс на такам своего дела. И это был довольно умный ход, так как зрители могли насладиться качественной видеообработкой. Этот клип, конечно, поднял меня как сольную исполнительницу выше на ступень. Если мой герой я просто люблю, потому что там милая, красивая и как бы это все, то Сен Минэн, конечно, это работа качественная от а до я, от написания трека, от того, кто этим треком занимался. Как его сводили, собирали, в общем. И до окончания, до самой покраски, до съемочного процесса, все было доверено. В этот раз я все доверила только профессионалам. Я уже не стала ни сама записываться, не стала как бы обращаться к людям, которые никогда не снимали видео. А уже пошла по пути, как по проторенной кем-то уже дорожке. И об этом я ни капли не жалею. Я только рада, что обратилась к профессионалам своего дела. Хоть там нет танцев, хоть там, не знаю, нет студийных каких-то съемок. Это, наверное, один из самых красивых клипов, один из самых ярких. И я очень рада, что я на тот момент так решила и доверилась профессионаламу своего дела. Съемки этого клипа проходили очень гладко. И все сложилось в пользу красавицы Рено. Давайте же вместе оценим результат. И на ваших экранах клип про Рено Умаровой на песню Сен Минэн. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok